Социальный автопоезд «Забота» приехал в Рассказовский район. Жители Рождественского сельсовета смогли посетить областных специалистов, сдать анализы и получить квалифицированную помощь. Автопоезд «Забота» в составе областных специалистов принимал жителей в Селе Рождественское. Неврологи, окулисты, терапевты, кардиологи, хирург и эндокринолог. Это далеко не весь перечень тех, кто проводил прием желающих. Значит, одним требуется консультация специалистов, другим требуется коррекция лечения, третьим, допустим, проведение каких-то дополнительных методов исследования. То есть это можно сделать в одном посещении, в один заход на прием социального автопоезда. У жителей было возможно сдать анализы, сделать узи-исследование брюшной полости, снять электрокардиограмму. Большинство тех, кто пришел на прием, люди в возрасте. Сельский совет организовал для них транспорт. И после того, как они пройдут всех необходимых врачей, пенсионеров отвезут домой. Сегодня у нас около 200 человек посетили вот этот поезд, обследуются врачами. Все населенные пункты нашего сельсовета, они охвачены. И Телешовка, и Плетни, и Рождественская, и даже Статачинского сельсовета. С Керша привезли людей. Так что людям это очень удобно и хорошо. Специалисты начали прием в 9 утра. Закончат прием только после того, как всем будет оказана необходимая помощь. Куратор Управления здравоохранения подводит итоги по количеству тех, кто обратился за медицинской помощью. По количеству выявленных заболеваний и факторов риска. И самое важное вот в этой работе, после подведения этих итогов, проводится еженедельный мониторинг по тем рекомендациям, которые были даны тем пациентам, которые поставлены уже на учет участковыми врачами. То есть их приход, заказывание медицинской помощи, помощью не кончается разовым обращением. То есть потом участковый врач за ними проводит активное наблюдение. Автопоезд Заботы продолжит свою работу в Рассказовском районе. 13 мая он посетит село Липовка. Прием будет проходить в здании социокультурного центра. Юрий Ценин, Максим Скалинский. Новости. Ты его рассказывал.